Добрый день Всем добрый день А, Шунечка, здравствуй Зубочек, а что это с тобой? Да ничего, это я в космос решил слетать А это, это мой шлем космонавта Ты в космонавты играешь, что ли? Ну, конечно А вот это, это мой космический корабль Ничего себе игра Да Ты хоть что-нибудь в своём шлеме видишь? Нет, но космонавт Космонавт не боится трудностей Зубочек, а дай мне, пожалуйста, шлем померить Нет Я тоже хочу в космос Нет, Шунечка О, лучше возьми ещё одну кастрюлю И вместе полетим, давай быстрее Отлично, я сейчас Давай Так, приготовиться К запуску космического корабля Шунечка, давай быстрее Так, я сейчас, сейчас, вот иду Вот, так Я готова, Зубок Полетели Поехали Здравствуйте, дорогие наши зрители Что это у нас, роботы тут какие-то? Лёш, это ты? Да мы не роботы, мы космонавты Да, мы сейчас в космос полетим А что это вдруг вы собрались в космос? Ну так, полетаем и вернёмся Высадимся на Луне И погуляем Пара-па-па-па-па Пара-па-па-па-па Подождите, то есть просто так погулять и обратно? Ну мы же играем, Лёш Кстати, а для чего люди ракеты в космос запускают, а? Как для чего? Для того, чтобы людям легче жилось здесь, на Земле Как это? Так Космонавты во время своих полётов Проводят научные исследования И узнают много нового и полезного Они открывают тайны космоса А потом эти открытия служат людям Именно об этом мечтал русский учёный Константин Эдуардович Циолковский Которого по праву все считают отцом космонавтики Он что, первую ракету сделал и в космос полетел? Ни то, ни другое Но Циолковский задолго до первых полётов Точно рассказал, как должна работать космическая ракета А кто же был первым космонавтом? Первым космонавтом был лётчик Юрий Алексеевич Гагарин Он пробыл в космосе всего один час Но за это время успел облететь вокруг нашей Земли Вот это скорость! Мы с енот-енодочем за час И до края нашего шишкного леса не успели дойти Он по часам время смотрел У современных космических кораблей скорость ещё больше Теперь многие страны запускают ракеты в космос Люди привыкли к космосу Без него уже нельзя представить современную жизнь Что-то я всё-таки не пойму Все люди космонавты, что ли? Мы же вот живём без космоса и ничего Шуничка, тебе только кажется, что мы живём без космоса Вот, например, наши телезрители видят нашу передачу благодаря космосу А вернее, благодаря космическим спутникам Ух ты! А что это за спутники такие? Спутники – это очень сложные технические устройства Чего там только нет И антенны, и фотовидеокамеры И разные другие приборы Ракеты доставляют спутники в космос И оставляют там, на орбите А учёные на Земле наблюдают за ними И узнают всё, что происходит на Земле и над Землёй Да, и с космоса-то с высоты, наверное, всё очень хорошо видно Спутники летают вокруг нашей планеты И помогают людям в разных делах И нашу телевизионную программу передают зрителям Вот это да! А что ещё делают спутники, а? Ой, много полезного Ну, кроме телевизионных программ Они помогают передавать радиопрограммы По телефону мы говорим с помощью спутников Спутники помогают учёным предсказывать погоду С них ведь очень хорошо видно, куда идут дождевые облака А наш, Шишкин Лес, спутник увидит? Ну, конечно, увидит И даже может сфотографировать нашу избушку Ой! Ого! Да, а нас? И нас тоже, если мы выйдем на открытое место Ну, на полянку, например О, вот ведь! Ну, никуда не скроешься! Да, от спутников с их мощной техникой скрыться трудно По крайней мере, если я заблужусь в лесу То, может быть, спутник увидит меня и на Землю сообщит И меня найдут Конечно Теперь вы поняли, какую огромную пользу Приносят космические полёты людям? Да, ты, Лёш, всё так интересно рассказал? Спасибо тебе! Мы теперь не просто так в космос полетим Правда, Шунечка? Мы будем играть в космических учёных-исследователей Ага, вы у меня просто молодцы Уже пришло время нам попрощаться с ребятами До свидания, мальчики и девочки До свидания, ребята Всего вам самого доброго До новых встреч Храни вас Господь Если очень захотеть Можно в космос полететь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok